Добрый день, уважаемые друзья! Сегодняшнее наше занятие посвящено особенностям социально-правового положения мусульман внутренней России во второй половине XVI в конце XVIII века. Мы будем с вами рассматривать проблему от конфронтации к сотрудничеству местного населения с российским правительством. Меня зовут Тухватолин Айрат Халитович, представляю Институт международных отношений. Завоеванием Казанского ханства перед русским правительством стала сложная проблема при общении его населения к социально-экономическому и политическому строю России. У московских правителей был определенный опыт взаимодействия с нерусскими народами, который мог быть использован в начальный период колонизации Среднего Поволжья. Финно-Угорские племена задолго до взятия Казани оказались под властью Москвы. Кроме финно-угорского компонента, этническую картину московского государства дополнял тюркский компонент, представленный отдельными группами служилых татар, в разное время оказавшихся на службе у русских князей. Татары, принявшие православие и осевшие при дворах московских правителей, быстро интегрировались в русскую среду и ассимилировались. В течение двух-трех поколений и перемена веры являлась для них условием вхождения в московскую феодальную элиту. Подобным путем прошли предки Годунова, Сабуровых, Державиных и ряда других известных русских дворянских родов. Татарские служилые люди, не пожелавшие оставить ислам, концентрировались в нескольких татарских анклавах, возникших в различных местах современной Центральной России. У них, как правило, были собственные земельные угодья, и они несли различные службы, и население этих анклавов впоследствии стало известно как служилые татары. Одним из ключевых событий в процессе превращения Среднего Поволжья в часть Великой России стало учреждение 3 февраля 1555 года Казанской епархии. Главой епархии был назначен игумен Тверского монастыря Гурий, и перед выездом к месту назначения в мае 1555 года он получил царскую наказную память, инструкцию, определявшую круг обязанностей и полномочий духовного пастыря. Она является первым законодательным документом, который представлен в религиозной политике, которой проводилось царское правительство на территории бывшего Казанского ханства, или как оно тогда называлось, Казанского царства. Содержание наказной памяти 1555 года в совокупности с данными других источников показывает, что уже в первые годы утверждения самодержавия в Среднем Поволжье сложилась практика, при которой принятие православной веры стало условием прощения или смягчения наказания для мусульман и язычников, совершавших те или иные преступления. Этот прием давления на нерусское население остался у царского правительства и в последующие столетия. Менялся лишь состав преступлений, за которые можно было рассчитывать на снисхождение и прощение. При выстраивании отношений с другими государствами татарский фактор тоже достаточно часто использовался. Русские посланники в Стамбуле пытались донести до сознания османских владык, являвшихся духовными лидерами мусульманского мира, то есть халифами и хранителями святын Мекки и Медини, мысли о том, что в России мусульман не притесняют. Так в 1570 году посол Ивана Грозного, Иван Новосильцев, докладывал султану Селиму II, теперь государь наш посадил в Касимовый городе царевича Саин Булата. Мещети и кладбище велел устроить, как ведется в мусульманском законе. И ни в чем у него воли государь таки не отнял. А если бы государь наш бусульманский закон разорял, то не велел бы Саин Булата среди своей земли бусульманском законе устраивать. В 1584 году в Стамбул был отправлен посланник благов с целью известить султана Мурада III о восшествии на престол Хедра Ивановича. В письме султану отчетливо подчеркивалось, что вере магометанской нет нигде тесноты в России. В Касимове мечети владеет там магометанин Мустафа Алей. Касимов исторически являлся своего рода резервацией, в которой русское правительство, руководствуясь дипломатическими соображениями, сохраняло видимость татарской автономии и в том числе в вопросах конфессии. Терпимое отношение к мусульманам в Касимове не гарантировало подобного подхода к населению бывшего Казанского ханства. Вместе с тем, нельзя не согласиться с тем, что миссионерская деятельность в Нижегородском крае, например, во второй половине XVI века, осуществлялась не столько силами светской администрации, сколько монастырями. Есть основания полагать, что в Казанском и Свияжеском уездах ситуация была аналогичной. Анализ миссионерской деятельности в крае вплоть до начала XX века показывает, что успехи или неудачи этого процесса во многом определялись личными качествами возглавлявших его людей, а также характером взаимодействия духовных властей с его светской администрацией. Уже во второй половине XVI века установилась прямая зависимость между результатами христианизации и степенью участия в негосударства. Увеличение количества крестившихся в те или иные периоды практически всегда являлось следствием активной поддержки со стороны светской администрации, воеводы или губернатора. И наоборот, без содействия государства результаты миссионерской деятельности, как правило, оказывались безуспешными. Физическая гибель и выселение из Казанского края представителей высшей и средней татарской феодальной знати, по сути определявших ее лицо, предопределили судьбу оставшихся. Подавляющая их часть составляли высшие слои татарского служилого класса, обладавшие небольшими поместьями. Для них завоевание казанского государства обернулось утратой достаточно большого количества имущества, но анализ источников показывает, что при раздаче земель русским служилым людям, архиепископу и монастырям, московское правительство ограничивалось угодьями, принадлежавшими ханской семье и враждебно выстроенным по отношению к Москве татарским аристократам. Материальные же интересы мелких земельных собственников не были затронуты, что способствовало их относительно безболезненному встраиванию феодальную иерархию. Таким образом, феодали бывшего казанского ханства, с которыми русским властям предоставляло выстраивать отношения, в целом были лояльны московскому правительству. Татарские феодалы несли военную, дипломатическую, пограничную сторожевую, полицейскую службу, участвовали в административном управлении или устраивались переводчиками. В военных походах они либо включались в полки дворянского ополчения, либо возглавляли собственное ополчение из ясашных людей. В 16-м столетии не было ни одной войны, в которой бы активно не участвовали многочисленные татарские конные отряды. В целом, к концу 16-го столетия царское правительство добилось определенных успехов в интеграции народов бывшего казанского ханства в состав московского государства. Приверженность осторожной политики, сохранение элементов преемственности в управлении, налогообложении, социальной структуре населения позволили выработать формы сосуществования, отвечавшие интересам как государства, так и нерусских народов. Миссионерские же устремления, отвечавшие интересам государства, очень заметные особенно в 1550-е годы, в дальнейшем сдерживались местной воеводской или светской властью, поскольку объективно противоречили курсу на сохранение стабильности и обеспечения безопасности русского господства в Казанском крае. Эта политика в целом продолжилась и в первой половине 17 века, чему в немалой степени способствовали события начала столетия. Бурный период правления Ивана Грозного надорвал социально-экономическое положение России и в первую очередь ее внутренних районов. Последующие десятилетия усугубили состояние дел до такой степени, что была поставлена под сомнение сама российская политическая система. Неурожаи, вызванные ими многолетный голод, самозванцы, восстание под руководством Ивана Болотникова, польская и шведская интервенции вызвали невиданный ранее кризис власти и общества, из которых русское государство выходило долго и мучительно, почти полстолетия, по некоторым оценкам. И в этот период отчетливо проявилась одна из важнейших тенденций в политике самодержавия по отношению к мусульманскому населению. В сложные для российской государственности времена, связанные с войнами, народными волнениями, неурожаемыми, эпидемиями болезней, внимание правительства к этой группе населения, как правило, ослабевало. Данному утверждению не противоречит тот факт, что татары, особенно служилые, представлявшие значительную конскую воинскую силу, особенно конницу, были на виду на протяжении всего смутного времени. Подтверждением значимой роли татар в событиях начала 17 века является приглашение их представителей на Земский собор 30 июня 1611 года, который определил государственное устройство и политические порядки в России в период иностранной интервенции. Подписи татарских мурс имеются и на приговоре собора 1613 года, избравшего на престол Михаила Романова. И необходимо отметить, что это едва ли не единственные в 17 веке очевидные свидетельства ущастия татар в принятии законодательных решений. Важным событием для дальнейшего правового положения части служилых татар стали события Смоленской войны между Россией и Польшей в 1932-1934 год. По Диулинскому договору 1118 года Россия передавала Польше Смоленская, Черниговская и Северские земли. Весь послевоенный период правительства царя Михаила Федоровича стремилось вернуть их обратно. В 1621 году были предприняты попытки начать новую войну с Польшей, но Россия сама находилась в ситуации тяжелейшего кризиса и мобилизационные возможности дворянского и посошного ополщения были очень низки. А перемирие Польши с ее противниками Швеции и Турции оставляли Россию без союзников. Поэтому к концу 1620 года, когда ситуация изменилась, российское правительство, правительство Михаила Федоровича, вновь начало принимать определенные меры. Экономический потенциал России к этому моменту заметно вырос, а Швеция и Польша, которые были заняты в тяжелейшей 30-летней войне, которая затронула территорию всей Европы, вели друг с другом боевые действия. Военная кампания 1632 года проводилась в двух направлениях. В западном, где велись наступательные действия против польских войск, и в южном, где велись оборонительные действия против союзных Польши войск Крымского ханства. В целом, эта война оказалась не совсем успешной, и в конце концов, русская армия терпит поражение. Но эта война завершается тем, что польский король Владислав IV Ваза, который в свое время был претендентом на Московский престол, за откуп в 20 тысяч рублей отказался от притязаний на российский престол и титул царя Московский. К лету 1633 года, после ряда неудач, из войск начинается массовое дезертирство. И некоторые арзамасские муллы и татары, продав, заложив или сдав в наем свои поместные и водчинные владения, уезжали жить в Казань, в Свиярской, в Казанские пригороды, либо татарские черемистские деревни. И чтобы избежать поражения, в помощь Кшейну, который командовал русскими войсками в ходе этой войны, в спешном порядке организовали поход всех татар, атаманов, казаков, новокрещен под командованиями князей Черкасского и Пожарского. А часть татарских мурс, обидевшись на своих соплеменников за то, что они покинули воинские соединения, написали соответствующую жалобу царю, и в 1635 году сразу же приходит ответ. Согласно новому указу о запрещении дворянам и детям боярских покупать, принимать и заклад, и нанимать поместные земли татар, было отмечено, что те, которые покинули службу, должны были, соответственно, лишиться своих земельных угодий, и их, за государевую измену, просто-напросто начали привлекать к ответственности. Причем подобные меры принимались не только по отношению к татарам, но и по отношению к русским дворянам, а то и боярам. В соборном вложении, которое было принято в 1649 году, ситуация уже была немного иной. Соборное вложение долгие годы, столетия, вплоть до 1906 года, становится основным законом московского государства. В соборном вложении отношение царской власти к инородцам формировалось в разделах, которые регламентировали конфессиональную сферу и поземельные правоотношения. В этом законодательном акте православие получает статус государственной религии. Именно за ним заключается исключительное право ведения миссионерской деятельности в московском государстве. Так, согласно статье 24 главе 22 указ, за какие кому чинить смертные казни и за какие вины смертью не казнить, а чинить наказание, указывалось, что если кто-нибудь из числа мусульман попытается кого-нибудь из христиан привезти в мусульманской религии, то его следовало казнить смертью, соответственно, сожжением. Что же касается тех, кто принимал ислам из числа бывших христиан, то с ними должны были разбираться уже монастыри, где их должны были отправлять на перевоспитание. Проблема судебных разбирательств между представителями различных вероисповеданий нашла свое отражение в соборном уложении. Во время судебных разбирательств при получении уже соответствующих положений участников процессов не нужно было приводить к шерти, так называемой, или к присяге. В данной ситуации православные подданные должны были, соответственно, целовать крест, представители других христианских конфессий ставили крест, а князи, мурзы и татары, чуваши, черемиса и всякие ясашные люди присягали по их вере по шерти. То есть, соответственно, шерть касалась не всех, а только татар, мусульман и язычников. Понятие шерть означало принесение присяги мусульманами на Коране, а язычников согласно своим традициям и обычаям. В соборном уложении процедура принятия присяги по шерти мусульманами и язычниками встречается в статье 161 главы 10 о суде. В других сферах общественных отношений, где влияние конфессиональной принадлежности не было столь важным, государство не обособляло мусульман от других категорий подданных. В период следующей войны с речью Посполитой, проходившей в 1654-67 годы, служилые татары активно привлекались к участию в военных действиях. И судя по отсутствию каких-либо репрессивных мер со стороны властей по отношению к мусульманским дворянам, в этот раз серьезных нареканий к служилым татарам не было. Более того, часть служилой знати была вознаграждена новыми землями, правда, чуть позже после того, как было подавлено восстание Степана Разина. Иной была реакция правительства после завершения серии военных столкновений с Османской империей, так называемые Чигиринские походы. Симпатии к единоверствам были одной из причин дезертирства татарских служилых людей под Чигирином, которые Каплер называет поводом к насильственному кричению так называемых романовских татар. По его же мнению, Бахчисарайский мир, заключенный 13 января 1681 года, развязал московскому правительству руки для того, чтобы свести счеты с неблагодарными мусульманами России. По указу от 16 мая 1681 года, который предписывал низовых городов у мурс и татар, и у мурзинских, и у татарских жен, и у недорслей, и у девок, поместья и вотчины с крестьянами из бобыли, отписать нас себя отобрать великого государя, то есть отписать великому государю. Обосновалось это тем, что мурзы и татарские поместья в своих и вотчинах крестьянам чинят многие налоги и обиды, и принуждают их к своей бусурманской вере, и чинят осквернение. Крестьяне и бобыли, которые на татарских помечиках и вотчинников изделия делали и подать и платили, отныне должны были жить отдельно, и должны были изделия делать и подать, и плодить уже на великого государя. Приверженность религии предков грозила татарским помещикам потерей зависимых людей, мордвеже прекращению таковых. Переход же в православие сулил материальные выгоды и тем, и другим. Нетрудно предположить, какой выбор был предпочтительным. В этих условиях шансы татарских служилых людей, оставшихся, отказавшихся точнее креститься, на получение обещанных крепостных оказывалось весьма призрачным. Почувствовав, куда качнулся маятник правительственной политики, свою лояльность власти поспешили обозначить часть романовских татар, которые обратились к Федору Алексеевичу с просьбой о крещении. За такое волеизъявление им была обещана щедрая награда. Именной указ от 21 мая 1680 года, как, видимо, он был принят чуть раньше, определил писать романовским татарам княжьим именем, быть им у великого государя в стольниках, жаловал им поместные и денежные оклады против их братьев, таких же новокрещенных, а также возвращал поместья и вотчины, отписанные ранее за их вины и за отъезд со службы, определил не посылать их на государевую службу в течение трех лет. То есть наша версия о том, что эти небольшие гонения начала 1681-82 годов были связаны именно с событиями чигиринских походов, как раз в данном случае и оправдываются. Но правительство в целом по-прежнему было заинтересовано в услугах татарских служилых людей. И на фоне активизации российской внешней политики, обратившей свое внимание на Черное море, нельзя было пренебречь такой значительной воинской силой. 26 мая 1682 года царевна Софья Алексеевна была объявлена регеншей при юных Иваном и Петре Алексеевичах. Романовых имеется в виду, это сыновья Алексея Михайловича. А уже три дня спустя вышел указ о возврате служилым Мурзам и татарам первой половины, а уже три дня спустя вышел указ о возврате им уже полностью всех отобранных поместий. Впрочем, проявление подобной милости связано с тем, что на Руси приход к власти всегда сопровождалось раздачей пожалований, обещанием послаблений, прощением повинности и так далее. С другой стороны, новое правительство было заинтересовано в наличии широкого социальной поддержки и дворянства, особенно перед угрозами новых стрелецких волнений и бунтов. Во второй половине 17 века церковью и государством делались таким образом попытки христианизации части служилых татар и башкирцев. Если служилые татары отреагировали на это либо пассивным сопротивлением, либо вынуждены были креститься для сохранения своих прежних привилегий, то башкиры даже потняли бунт в 1681-1883 годы. В 1682 году сарское правительство вынуждено было даже выпустить разъяснение, целую грамоту, где указывалось, «А что вменяют веры вам всем, башкирцам, и чуваши, и черемис, ложно, что будто было бусурманов белено крестить невольно, и тем вас приводить на всякие злые дела, а вам всем чинят великое оскорбление и смуту. И вы бы все ведали, и свои братья сказали всем, что такого нашего великих государей указу нет, и, соответственно, подобного в ближайшее время не ожидается». И вот в начале XVIII века эти обещания были забыты, и начинается новый этап крещения мусульманского населения, как и в предыдущем, который впоследствии так и не привел к серьезным последствиям, в деле увеличения количества православного населения среди инородцев. В 1714-11 годы на обширной территории по Волжье и Урала начинаются серьезные волнения. Причиной восстания стал указ, объявленный прибывшими сюда сборщиками налогов в августе 1704 года на собрании башкирских родов. Указ вводил новые налоги, в том числе на мечети, мул и на каждого приходившего, соответственно, молиться прихожанина. Нельзя было строить мечети рядом, допустим, с кладбищами. Нельзя было, допустим, определенные обряды вообще должны были проводиться лишь при присутствии не только мулы, но и русского священника, а мечети должны были строиться по образу церквей. Все это было воспринято мусульманами как прямой шаг к будущему, полномасштабному насильственному крещению. И не случайно среди руководителей этих волнений были представители духовенства, например, Исмаил Мулла, Мура Абыс, Аббас Мулла и ряд других. К середине второго десятилетия XVIII века верховная власть заметно активизировала свою религиозную политику. После подписания в 1713 году Андреанопольского мира с Турцией, Петр I приступил к реализации давнего замысла по приведению подданных к единообразию в области вероисповедания. И необходимо отметить, что сам царь не отличался особым религиозным рвением, более того, он низвел православную церковь до положения одного из подразделений гражданской администрации, отменил патриаршество и вводит новый орган управления – Синод. Законодательные решения Петра I в 1713 году, которые на этот раз были доведены до логического конца, фактически ликвидировали татарское феодальное землевладение. После 1715 года в полном собрании законов нет ни одного указа, посвященных регулированию взаимоотношений помещиков-мусульман с их православными крестьянами. Фактически законодательным путем была уничтожена правовая база отношений личной зависимости между ними. Следующий именной указ от 31 января 1718 года возложил на служилых татар обязанность заготавливать и выводить к местам сплава корабельные леса, предназначенные для нужд российского отмиралтейства. Уникальность данной повинности, известной в литературе как отмиралтейская или корабельная, Лошманская, заключалась в том, что она практически весь период существования, вплоть до 1660 года, выполнялась силами служилых людей нерусского происхождения. Но эти меры вкупе с ольготами для крестившихся татар не привели к серьезному и желательному результату. Так в донесении оверпрокурора Синоду, казанский митрополит Сильвестр в 1729 году писал, что татары, крестившиеся 170 лет назад, не умели молиться, по-русски разговаривать не научились, в церковь не ходили, детей не крестили, умерших хоронят на мусульманских кладбищах, а в церкви, когда заходят, не снимают шаг. В 1730-е и 50-е годы отношения между имперской властью и мусульманами татарами входят в конфликтное русло. Издаются указы, которые были направлены против мусульманские общины внутренней России, согласно которым социально-правовое положение мусульман напрямую теперь зависело от их конфессиональной принадлежности. И в зависимости от принадлежности к той или иной вере были установлены различные критерии налогообложения, отработка повинности, наиболее сложной из которых была рекрутская повинность. Важным фактором, повлиявшим на религиозную ситуацию в Среднем Поволжье, становится деятельность новокрещенской конторы, которая активно разворачивает миссионерскую деятельность в регионе. По состоянию на 1756-й год, по присланным из губернии и провинции аэропортам, количество принявших православие среди язычников и мусульман оценивалось почти 270 тысяч душ. Фирцев, изучивший итоги переписи 1762 года в Казанском уезде, приводит следующие данные о результатах миссионерской деятельности православного духовенства. Из 45 тысяч черемис мужского пола некрещенными остались лишь около полутора тысяч душ. Из 24 тысяч уваж некрещенными только 750. Что в атики, коих сочтено было 26 с лишним тысяч душ, оказались все крещеные, Что касается татарского населения, то здесь такими успехами, конечно, похвастаться не могли, потому что в данный момент татарское население начинает принимать, соответственно, пассивные сопротивления и начинает покидать эти самые территории, и начинает переселяться уже на юго-восток современного татара, либо в Приуралье. Принимаемые властями юридические нормы по отношению большей части мусульманского населения включали ряд правовых установлений, которые напрямую ущемляли их права не только в религиозном, но и в экономической и административной сфере. Подобная ситуация приводила как к пассивному, как я уже говорил, бегству на окраины, переход к тептярцам и башкирцам, так и активному сопротивлению в виде волнений и восстаний, которые активизировались в период ухудшения взаимоотношений с Османской империей. Два крупных выступления по времени совпали с военными кампаниями России против Османской империи. Это восстание 1704-11 годов и прудский поход 1711 года, 1735-40-е годы и русско-турецкая война в те же самые годы. Хотя их причины не были напрямую связаны с ходом военных действий, но подобные совпадения использовались для введения антироссийской пропаганды среди выходцев по Волжии и Приуралье, в ущебных заведениях Северного Кавказа и Средней Азии проосманскими мусульманскими проповедниками. В период правления Петра III, Петра Федоровича, начинается определенное послабление отношений к мусульманам. Петр III, соответственно, отнимет своих указов, собирается ввести в Россию веротерпимость и, соответственно, собирается отменить деятельность новокрещенской конторы, которая, впрочем, была сделана уже в период правления его жены, которую императора Петра III свергли в 1762 году, и Екатерина II Алексеевна, соответственно, короновалась на царство. Поэтому эпоха правления Екатерины II Великой связана с заметным улучшением правового положения мусульман. 6 апреля 1764 года по указу Сената была прекращена миссионерская деятельность новокрещенской конторы, которую планировал сделать еще и Петр III. Данное решение было принято, руководствуясь преимущественно рациональными мотивами. В своем наказе, подготовленного для деятельности уложенной комиссии, в составе которого участвовало почти два десятка из татарских мурс и созванной в 1767 году, она указала на необходимость введения в Российской империи веротерпимости. Так, в статье 494 она указывала, «В том великом государстве, распространяющем свое владение над столь многими разными народами, весьма бы вредный для спокойствия и безопасности своих граждан, был порог запрещения или недозволения их различных вер». Уже в ходе следующей русско-турецкой войны 1768-1774 годов выходит указ Синода от 17 июня 1773 года о терпимости всех исповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, касающихся до и на верных исповеданий и до построения по их закону молитвенных домов предоставляется все сие светским начальникам. Что, несомненно, была попыткой привлечения мусульманского сообщества к общероссийским проблемам. С другой стороны, в 1770-е годы неоднократно подтверждались постановления прежнего законодательства о наказаниях за обращение в ислам. Тогда же было дано высочайшее позволение казанским мусульманам о строительстве двух каменных мечетей. Интересные сведения о настроениях казанских татар, служивших в российской армии в период войны с Османской империей, содержатся в записях османского сановника Мухаммада Ниджати Эфанди. В числе гаурского войска, назначенного быть при нас во время пути, находились несколько казанских татар. Они так описывали свое положение. Гауры, рассказывали они, отобрав нас в виде вспомогательного войска от казанской губернии, пять-шесть тысяч человек, и, присоединив к своему войску, послали нас против Крыма. Но муллы наши дали всем нам такое наставление. Когда вы, пойдя против мусульман, очутитесь супротив их, то держите свое ружье кверху, а в случае, коли удастся убежать, переходите на сторону исламскую. Это спасительно, потому что, оставшись гаурские службы, вы все равно не сможете ни разу не увидеть нас и останетесь навсегда в гаурских крепостях или погибнет и в следующем бою. Сказав это, они, то есть муллы, благословили нас, и мы пошли, усвоив в себе такого рода правила. Подобные же настроения нашли свое выражение в активной поддержке части мусульманского населения движения Емельяна Пугачева в 1773-75 годы. Татары и башкиры выступали за разрешение политических, социальных, идеологических проблем. С другой стороны, в ходе этих событий проявили социальные различия среди самого мусульманского населения региона. Так представители татарского дворянства, часть крупного и среднего купечества, а также верхушка мусульманского духовенства придерживались лояльного отношения к власти Екатерины II. События восстания Пугачева также нашли отражение в записях Мухаммеда Неджати Афанди, вот как он описывает в событии 1774 года. Бугачур, то есть Пугачев, идя против Казани, послал казанским мурзам такую бумагу. «Если Московый потребует от вас войск на меня, то вы не давайте. Я, когда возьму Казань, освобожу вас, выводя в страны исламские. Если вы же дадите войско, то я потом истреблю вас». Бумаги его пришли, но начальствующий Геюр явился с войском в Казань, силой набрал оттуда войско и пошел против Бугачева. Он был разбит, московское войско бежало, другие погибли. Вышеоднозначенный Бугачур пришел и взял крепость Казань. Множество мурз убил, а селение их сжег. Летом 1774 года был подписан Кучуб-Карнаджийский мирный договор и в артикуле 3-го которого было зафиксировано признание Российской империи право духовной власти султанов династии османов как верховных калифов многомагометанского закона. Что обратило внимание царских сановников на правовое положение членов мусульманской общины, некоторые совпадения с которыми также можно было заметить деятельности официальных мусульманских институтов, которые были созданы 1780-е годы. Российские сановники в 1780-е годы обратились опять же к османскому опыту, где уже начиная с 16 века существовали различные милеты, представлявшие собой широкие общины, обладавшие конфессиональной автономией. Приоритеты в религиозной политике Екатерины II по отношению к мусульманскому духовенству становятся привлечениях к официальной государственной службе для достижения их лояльности. Так, в период с 1780-го по 96-й год были изданы 17 законодательных актов по делам, которые касались мусульманской религии. В 13-ти из них рассматривались проблемы, связанные с деятельностью духовенства. После присоединения к Российской империи Крымского ханства был принят указ от 16 октября 1783 года, согласно которому выплата надлежащего содержания также гарантировалась низшим категориям мусульманских духовных лиц Крыма, служившим мечетям и исламских учебных заведениях. В ответ на подобные материальные затраты имперские власти рассчитывали на проявление необходимой политической лояльности со стороны этой группы населения Тавриды. И вот по инициативе бывшего уфимского и сибирского генерал-губернатора Игельстрома проводился учет всех мечетей в Крыму, проводятся мероприятия, направленные на улучшение материального положения местного духовенства. С началом новой русско-турецкой войны власти в Казанские и уфимские губерниях стали опасаться новых волнений. Игельстром поддержал инициативу Мертвага о создании специального государственного института, который бы назначал указанных мул, которые были бы подконтрольны уже официальным властям. При сохранении сложившихся традиций, когда независимо от официальных структур мулы могли свободно влиять на общественное настроение прихожан, могло вновь привести к новым волнениям и восстаниям, которые носили бы про-османский характер. На содержание создаваемого учреждения по делам мусульман генерал-губернатор Игельстром предлагал выделить денежную субсидию 680 рублей серебром в год. Екатерина II поддержала эти планы, и этот указ был издан от 22 сентября 1788 года об определении мул и прочих духовных чинов Магометанского закона, об учреждении в Уфе духовного собрания для заведования всеми духовными чинами того закона. При этом мусульманское духовенство из Поволжья и Приуралья теряет независимое по отношению к официальным властям состояние и постепенно оказывается под контролем государственных институтов. Начиная с первой половины 1780-х годов часть мусульманского духовенства во внутренней России начинает получать государственные жалования. С изданием указа от 22 сентября 1788 года об определении мул и прочих духовных чинов Магометанского закона и об учреждении в Уфе духовного собрания для заведования всеми духовными чинами того закона имперские власти получают действенный механизм для контроля над их назначением и деятельностью. Оренбургское духовное Магометанского закона собрания было создано 4 декабря 1789 года. В его ведении находилось мусульманское духовенство. При определении на должность того или иного духовного лица муллы проверялись на благонадежность, а затем подлежали утверждению генерал-губернатором. Первым муфтием был избран лояльно настроенный к российским властям Мухаммеджан Хусаинов. С момента основания в его штате был секретарь, канцелярские и прочие служители, получавшие казенные жалования за выполнение соответствующих функций. Представители мусульманского духовенства, заседавшие в собрании, должны были меняться каждые 3 года. Отличие Оренбургского духовного собрания от других государственных учреждений состояло в том, что по указу 1792 года пятница была объявлена для него днем, свободным от присутствия, так как по Магометанскому закону пятничный день есть праздничный. Кроме назначения указанных мул в компетенцию духовного собрания входили разбор дел, которые были связаны с имущественными и семейно-брачными отношениями мусульман. Контроль за строительством и содержанием мечетей, открытие Мектебея при них, шариатский суд, который рассматривал преступления против религии, то есть, например, не вовремя пришли на молитву или какие-нибудь другие преследования. Расследование случаев неподаваемого поведения и злоупотребления со стороны мусульманского духовенства. Таким образом, полномочия Оренбургского Магометанского духовного собрания во многом совпадали с полномочиями духовных властей османских милетов. Напоминаю, милеты – это конфессиональная автономия, конфессиональная община. Существенная разница в их правовом положении содержится в том, что муфти Оренбургского собрания назначаются властями, и его резиденции находятся в провинциальных городах, в Оренбурге или в Уфе, а не в столице. Кроме того, в финансовом вопросе он полностью зависел от имперских властей. Установление режима ограниченной религиозной автономии для мусульман внутренней России сыграло положительную роль в дальнейших взаимоотношениях с официальными властями. Институт указных мул способствовал лояльному отношению населения. Паломники, посещавшие Мекку, убеждались в том, что их социально-правовое положение мало чем отличается от положения османских иноверсов, входивших в состав того или иного милета. Мусульманские указные мулы, выполнявшие государственные функции, например, ведение метрических книг, участие в сборе рекрутов и прихожан, и властями, тоже шло достаточно успешно. Благодаря их деятельности серьезных антиправительственных выступлений во время войн между Российской и Османской империей в XIX веке уже не происходило. Более того, мусульманские отряды достаточно активно участвовали в имперских войнах XIX века. Так, например, башкиры-тептярские полки или мещерякские полки, по-другому еще, да, правильные будут башкиры-мещерякские полки, в составе которых тоже были тептяре, участвовали активно в войне 1812 года. Татары ходили походами в составе русской армии, также против Османские империи в ходе войны 1628-1629 годов, принимали участие на Кавказских и Среднеазиатских походах, а также в достаточно большом количестве приняли участие в войне 1677-1778 годов. В этой войне сохранилось достаточно большое количество народных, так скажем, эпосов или же боитов в достаточно большом количестве. В следующей программе мы как раз и с вами остановимся на проблеме участия татар-мусульман в военных событиях 19-го, начала 20-го веков. На этом позвольте попрощаться с вами, до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин